В жизни всегда есть место подвигу. Это доказал своим примером обычный электрик из села Болтин в Нижегородской области Иван Жирков. Он спас ребенка, тонущего шестилетнего мальчика, вытащил из ледяной реки. Подбежал мальчишка соседский, вот рядом живет, в слезах говорит, кричит, у меня брат упал в воду. Ну я все бросил, побежал сюда. Он скатил сюда с большой батрушки и на кочку наехал и подпрыгнул прям. Я здесь родников много, то есть и зимой он вообще не заберзает. Сюда даже летом залезет страшно, вода холодная. Тут бежал прям быстро, смотрел здесь, одежду-то себя снял. В районе этого куста его круглёжа, то есть он вверх спину лежал. Она бьет из родников, из озера, и то, что там, если на самом деле ребенок, могло бы через нескольких секунд, что он уже его не спасти. Это очень ледяная вода. Ну тут секунды уже были, да. То есть как бы вытащил я уже, он такого цвета был. То есть как бы вот достал его из воды и начал реанимировать. То есть искусственное дыхание, прямой массаж сердца делать. Ну я сначала думал уже все, уже как бы много прошло уже. 6-7 минут это уже как бы смотрел, уже начал маленько розоветь. Уже начал признаки жизни подавать, глаза маленько открыл. Тут соседская женщина тоже прибежала. Мы его укутали в плед, погрели полотенце, чтобы он, ребенок, согрелся. Потому что он уже такой был, знаете, как мне муж сказал, синенький уже такой, под губами синевает, конечно, страшно. Тут самое главное не растеряться и не паниковать, и верить в свои силы. То есть то, что у него особо таких навыков не было, реаниматолога, так скажем, а, видите, помогло. Иван молодец, очень хорошо поступил. Все сделал, как надо, вытащил. Помог ребенку маленькому, ребеночку. Действительно, мальчик шестилетний может праздновать свой второй день рождения. Мы благодарно отметили этот поступок Ивана Жиркова. Сказали большое человеческое спасибо и ценный подарок. Каждый, ну то есть должен, каждый человек такой сделать. То есть я не считаю себя там героем каким-то. Кстати, родители спасенного ребенка от интервью отказались, так как для них все случившееся, это прежде всего трагедия. Их шестилетний мальчик попал в реанимацию. Сейчас, подчеркну, его здоровье ничего не угрожает, но тем не менее ему пришлось пройти через реанимацию и больницу.